Добрый день! Как же мы рады вас видеть! И надеемся, это взаимно. Мы готовились к встрече, копили хорошие эмоции, подбирали для вас интересное и полезное. Ну что ж, посмотрим, что ждет вас в первой части программы. Экодесант. Зачем школьникам знать, как правильно сортировать мусор? Нет, не пугают глобальной катастрофой. Говорят о том, что может сделать каждый уже сегодня. Что такое личный бренд и кому он нужен? Разбираемся со специалистом. Бренд – это узнаваемый образ чего-либо. Личный бренд – это узнаваемый образ кого-либо. То есть мы идем к человеку. Балетная история. День рождения пачки. Продолжаем рассказывать о театральных терминах и интересных фактах. Научить правильно собирать и сортировать мусор. Сначала детей, а через них и взрослых. Такую сложную задачу поставили перед собой активисты регионального отделения российского экологического общества. Образовательный десант уже побывал в Карткеросе, Сыктывдене, Сосногорске и Сыктывкаре. Стало от мусора не продохнуть? Купи билет в космос и в добрый путь. Пока на космолете отдыхаешь от дел, землю расчистят роботы Биэдал. Эта поверхность земли – пустыня, засыпанная горами мусора. В этом хаосе нет людей. Они ждут, когда их родную планету приведут в порядок роботы-уборщики. Казалось бы, фантастика, но не станет ли она реальностью? По словам экологов, такой сценарий вполне вероятен. И об этом рассказывают школьникам Коми. Вот на таких экологических уроках. Нет, не пугают глобальной катастрофой. Говорят о том, что может сделать каждый уже сегодня. Помочь нашей голубой планете не превратиться в большую свалку способен и обычный школьник. Все просто. Нужно собирать мусор правильно. Забыть про старые привычки. Все в одно ведро. Так проще человеку. Но вот сейчас, когда мы понимаем о том, что, когда дети понимают в ходе занятия о том, что ресурсы все-таки исчерпаемы, о том, что ресурсы, они могут быть пущены в оборот, и из них получается достаточно хорошая вторичная продукция, вот это все и должно формировать в дальнейшем культуру к раздельному сбору. Вот такие контейнеры стоят во многих сыктывкарских дворах. Но начинать собирать мусор раздельно нужно уже дома. Самый большой вред от привычного пластика, который окружает нас повсюду. Мало того, что он долго разлагается, так еще на его изготовление тратятся драгоценные природные ресурсы. Пластик делают из нефти. Нефть. Вот для производства одной такой бутылки требуется 200 миллилитров, ну или другими словами, вот такой стаканчик нефти. Как вы думаете, это много или мало? Этот образовательный проект совместный с норвежцами. Там экологическое воспитание во главе угла уже с детского сада. У нас пока нет комплексного подхода в этом вопросе. Пока только разовые акции. Это различного рода акции. Вторая жизнь, речная лента. Это тоже не бесследно проходит. И они, кстати, приводят примеры, что мы дома, если что, выключаем воду, когда чистим зубы. То есть для них это не впервые. О мусорной реформе, которую запустили в нашей республике и стране, дети знают мало. Но уже сейчас некоторые из них осознали. В их силах помочь родной планете. Многие жители нашей республики уделяют пристальное внимание экологии региона. И не просто внимание, они делают конкретные шаги. Сортировка мусора, батарейки и лампы, сданные на утилизацию, а не просто выброшенные в урну. Экономия ресурсов. А еще ученые практики разрабатывают технологии, которые позволяют различным производствам минимально вредить природе, а чем-то даже помогать. Кстати, не только ученые делают технику безопасной для экологии. Вот вам пример. Машина, у которой нет выхлопа бензина. И нет, это не электромобиль. Это, да что мы их рассказываем. Лучше посмотрите. Одна лошадиная сила и никаких проблем с техосмотром. Такой необычный транспорт изобрел учитель Иван Николаевич, который живет в селе Черкасово в Татарстане. Когда я был в Казани, я там увидел карету Екатерины Второй. Она была закрытой, значит, тоже была оглобля. И вот я решил поставить оглобля на машину. Взял москвичевого соседа, переговорил с ним. И вот, значит, перейдем. Убрали двигатель, поставили оглобля. И вот у меня получился лошамобиль. Учитель работает в школе в соседней деревне. До нее три километра. Вот и выручает лошамобиль. На таком транспорте не страшны ни дождь, ни ветер. И не рискуешь забуксовать в снегу. Я вырос в деревне. Мы провели на санях, на телегах лошадиных. А он изобрел чересчур уже современную технику для деревни. Лошамобиль. Когда он привезет у москвича кузов, окушки, я еще не совсем понял, что это такое будет. Когда он запряг уже, вся деревня удивилась. Понимаете, когда вокруг везде деревни погибают, а мы нет. Мы расцветаем наоборот. К нам приезжают туристы, к нам приезжают школьники на экскурсии, приезжают с других деревень. И все удивляются вот его изобретениям. Слава Богу, что у нас есть такие люди, как Иван Николаевич. Ну, а Иван Николаевич мечтает лошамобиль усовершенствовать. Хочу установить печку-буржуйку, багажник. А то, значит, проведу трубу через это самое. И сверху будет у меня дымоход. И более-менее будет тепло. Вот такое желание есть у меня. И еще, чтобы музыка была, аккумулятор поставить, значит, аккумулятор, и чтобы подключить музыку. Изобретатель ездит и на дальние расстояния, до 10 километров, в одну сторону. Радуется, что не нужно тратиться на бензин. Его крепкой лошадке по кличке Ночка нужно лишь два раза в день поесть. Алена, вот что для тебя значит слово «бренд». Ну, это название, которое известно всем. А еще логотип компании. И это всегда вещь. И очень дорогая. В целом верно. Но оказывается, это очень объемное понятие. Оно вмещает все. Много всего. Давай разбираться? Давай. В нашей студии специалист по личному брендингу Алена Дьяконова. Алена? Да, здравствуйте. Вот все-таки, что же такое личный бренд? Если мы берем в целом бренд, как вы начали говорить, бренд – это узнаваемый образ чего-либо. Личный бренд – это узнаваемый образ кого-либо. То есть мы идем к человеку. То есть есть коммерческие бренды, товары, фирмы, например, и есть личный бренд. То есть это человек. Это может быть специалист, это может быть предприниматель, это может быть какой-то творческий деятель, это может быть, например, Ольга Бузова, которую мы все знаем. То есть это человек, которого знает его целевая аудитория. А смысл сделать так, чтобы, грубо говоря, я вышла на улицу, и меня знали все? Хотя бы 60%. То есть это хорошие результаты, получается? Да, то есть есть две характеристики у бренда. Первое – это узнаваемость. То есть люди понимают, кто вы, чем вы занимаетесь, какая вы, чего от вас ожидать, что для вас важно в жизни. И, соответственно, охват. То есть много людей о вас знает. Вот эти вот две характеристики, они очень важны для бренда, для личного бренда. А кому бы вы посоветовали свой личный бренд создавать? Я так предполагаю, что ведь не каждому человеку он нужен, не всем нужно быть узнаваемым. На самом деле многие думают, что личный бренд нужен либо медийным личностям, предположим, певцам, певицам, либо блогерам, которые хотят быстро скрутиться, либо, например, политикам. На самом деле личный бренд, он нужен всем, кто хочет сделать свою жизнь интереснее, кто хочет зарабатывать больше денег, кто хочет иметь больше возможностей. То есть если брать, например, для кого можно построить личный бренд, в принципе, это может быть и наемный сотрудник, который хочет строить свою карьеру, который хочет получать большую зарплату, который хочет, чтобы ему предлагали интересные варианты работы. Соответственно, работодатель, либо реальный, либо потенциальный, если он знает, что его сотрудник участвует в конференциях, если у него очень много дипломов, если он грамотно ведет свои соцсети, печатается в журналах и так далее, конечно, ценность выше. То есть наемный сотрудник, да. Частный эксперт, специалист, которому нужно больше клиентов, конечно, личный бренд нужен, да, чтобы они понимали, кому идти, да. Предприниматели, владельцы бизнеса, которые хотят либо масштабироваться, которые хотят франшизу, которые хотят привлечь инвесторов, которые хотят привлечь партнеров. Тоже так. То есть вариантов, в принципе, множество. Не маленький списочек. Да, я уже не говорю про политиков, блогеров и так далее. А кому он категорически не нужен, не стоит тратить на это деньги, предположим? Во-первых, это те, у кого и так все хорошо. У которых вот прям все прекрасно, у них есть клиенты, у них есть любимая работа, им достаточно денег, все хорошо, жизнь удалась, им не надо. В принципе, не надо. Есть люди, которым не нужно быть известными и узнаваемыми, потому что, например, не займется чем незаконным. Конечно же, личный бренд, он привлечет внимание, да, поэтому лучше не надо. Или, например, это монополисты, у которых нет конкурентов, которых и так все знают, и к ним все равно пойдут. Либо люди, которые просто хотят быстро разработать денег. Тогда это не личный бренд, тогда это скорее реклама, потому что личный бренд – это долгосрочно, это вложение в себя, это такой капитал себя, который действует на потом, на будущее. А человек сам как-то может свой положительный образ создать? То есть сам создать свой личный бренд? Или нужно всенепременно обращаться к специалисту? Это можно сделать самому, это можно сделать бесплатно, на самом деле, потому что сейчас очень много инструментов. Для чего вообще нужен личный бренд? Мы вот сейчас устали от бездушных корпораций, от логотипов, да, вот таких. Мы понимаем, что нам приятнее общаться с людьми, нам приятнее, когда мы знаем, кто руководит компанией, кому мы пойдем, кто нас обслужит, нам приятнее посмотреть в соцсетях, как он с семьей куда-то поехал, да, поэтому сейчас все крупнейшие предприниматели, владельцы бизнеса и просто люди, они начинают об этом рассказывать, потому что они понимают, что люди покупают у людей. Поэтому сейчас очень популярный личный брендинг, и все, кто хочет поменять свою жизнь, опять же идем к этому, они начинают этим заниматься. Они читают книжки, которых очень много, на самом деле, они проходят курсы, они начинают грамотно вести соцсети, они понимают, что это надо. Вот, соответственно, можно сделать это самому и бесплатно, главное задаться целью. А вот интересно, специалисту по личному брендингу нужен личный брендинг? Конечно, я сама мечтаю, чтобы у меня был личный специалист по личному брендингу. Вот, например, такая пара, Apple, Steve Jobs. Это, получается, Steve Jobs – это личный бренд, Apple – это бренд. А вот как вы относитесь, например, к тому, когда какие-нибудь крупные корпорации или компании выбирают своим личным брендом человека, который, в принципе, к компании не относится? То есть это не верхушка, и просто какой-то человек. Не создатель, например, да, не директор. Лицо компании, да, назовем это так. С одной стороны, это хорошо, когда оно уже известно. То есть можно привязать… Звезду какую-то. Ассоциации, да, например, звезда и ее целевая аудитория, или его целевая аудитория, и аудитория вот этой предприятия, да, или фирмы, предположим. Хорошо, синергия получается. С другой стороны, звезда настроения пропала, звезда ушла. Все, компания осталась без лица. И человек-то живет своей жизнью, да, он не заинтересован в компании, ну, в принципе, он не живет той жизнью. Он не может рассказать все то, что знают владельцы, сотрудники, руководители предприятия. Поэтому лучше, конечно, чтобы было лицо реальное. Заинтересованное даже скорее. Заинтересованное, да. Которое само обожает свое предприятие, которое само об этом рассказывает. На самом деле, столько нюансов, это все настолько интересно. Разбираться, копаться, изучать, ну, либо обращаться к специалистам. Спасибо большое, что пришли, рассказали. Я так понимаю, что это верхушка айсберга, да? Это очень-очень маленькая часть, конечно. Ну, она была очень интересной. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Помните, что 2019 год – год театра в нашей стране. И мы продолжаем рассказывать о театральных терминах и интересных фактах. 12 марта 1832 года на премьере балета Жанна Шнейцкоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танцев в Париже любители балета впервые увидели пачку – многослойную балетную юбку. Она была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце 19 века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной. Была длиннее и тоньше. В начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советском балете пачка стала короткой и широкой. В современном балете пачка имеет всевозможные виды и размеры, но по-прежнему занимает место королевы в государстве классического балета. А в государстве по имени Студия 11 пришло время сменить. Не режим, мы всего лишь перейдем ко второй части. Смотрите, что там будет. Свой среди чужих. Совет наших земляков в Рыбинске. На первой встрече, которая у нас прошла совсем недавно, у нас пришло больше 50 человек. Оркестр гремит басами. О том, как дружба помогает побеждать. В составе оркестра домры, балалайки, баяны, гусли, ударные и клавишные. Некоторые ребята владеют сразу несколькими видами инструментов, отрабатывают нюансы и шлифуют произведения на каждой репетиции три раза в неделю. Целебные зернышки. Узнаем, в чем польза граната. Фрукт обладает тонизирующим эффектом, повышает настроение и укрепляет иммунитет. И сразу небольшая порция информации. Неофициальные новости из жизни республики. Слово нашим коллегам. Пассажирские автобусы в Сыктывкаре впервые заговорили на Коми-языке. Идею включить дублирование перевода, как обязательный элемент общения с пассажирами, решила реализовать компания Коми Автотранс. Коми в нашей республике это не просто для многих родной язык. Для всех он второй государственный. И юридически главный столичный перевозчик таким образом первым в регионе выполнил требования закона о госязыках, всем остальным показав пример. В регион начинают поступать новые пианино в рамках национального проекта «Культура». Первые четыре инструмента для детских музыкальных школ Сыктывкара поселков Максаковка, Красный Затон и Сит-Кыркищ. Пока в работе их не опробовали. Пианино-инструмент капризный. Прежде чем запускать в работу, необходимо адаптировать его к температуре и влажности. Поэтому еще пару недель будет ждать своего часа. Мы все мечтаем на него не только посмотреть, но и посмотреть, на что способен наш новый инструмент. Уже очередь, можно сказать, на него выстроилась. Пианисты все ходят, можно сказать, интригуются. Всего по федеральной программе Республика получит 31 пианино отечественного производства. Каждая стоит около полумиллиона рублей. Приятная новость для жителей Ухты. Шансов улететь в Санкт-Петербург теперь больше. На днях там приземлился сухой Суперджет-100, способный умещать на борту 95 пассажиров. Прежде это были бомбардиры всего на 50 мест. Нововведение стало возможным благодаря ремонту взлетно-посадочной полосы. Ранее, до ремонта полосы, у Ухты не было возможности принимать воздушные суда с низкорасположенными воздушными двигателями. А надо понимать, что на сегодняшний момент парк авиакомпаний, и российский в большинстве своем, укомплектован именно такими типами. Рейсы в Северную столицу из Ухты и обратно будут осуществляться ежедневно. Также обновление парка уже повлияло на улучшение ценовой политики. В продажу поступили билеты со скидками для тех, кто планирует поездки заранее. Мы неоднократно рассказывали о наших земляках, которые своими талантами прославляют нашу республику. Но ведь есть и те, кто не выигрывает в конкурсах, не выступает на фестивалях, а просто в силу обстоятельств уезжает из коми, нередко не переставая грустить по родной земле. И как приятно встретить в других регионах тех, кто, возможно, жил в соседнем дворе. Именно так и создаются землячества. Помнить и сохранять традиции того края, где вырос, рассказать о нашей республике тем, кто о ней не знал. Недавно в Рыбинске Ярославской области встретились выходцы из коми и создали совет коми-землячества. С нами на связи его представитель Инга Сидорова. Здравствуйте! 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 Бурлик Донайорк! Инга, много ли наших земляков живет в Рыбинске? Много. Больше тысячи человек. Ого! А каким образом это подсчитывается? Как вы смогли это обнаружить, что настолько много? Ведь Рыбинск, наверное, как... Мы это оценили по отзывам людей, которые обратились к нам с благодарностью за то, что мы организовали такое коми-землячество у нас в Ярославской области. А сколько тогда человек в коми-землячестве состоит? Тысяча? Все? Пока на данный момент, на первой встрече, которая у нас прошла совсем недавно, у нас пришло больше 50 человек. Но это те люди, которые смогли оторваться от работы, которые были свободны в данное время. Но после этого поступало очень много звонков со словами благодарности. А вы лично давно уехали из коми? Я уехала в 2003 году. Ну вот столько лет прошло. Почему только сейчас возникла необходимость создавать коми-землячество? Вы знаете, всегда наши жизненные какие-то обстоятельства нас немножко отвлекают от главного, от того... Мы никогда, конечно, не забываем свою родину, потому что это мои корни. Мама у меня с Ижимского района, где у нас возглавляет землячество коми-изжимцев Ирина Геннадьевна Королева, моя сестра. И, кстати, я хочу вам сказать, что Галина Ивановна Габышева с родины моего деда, со Старожевска. Тоже я всем передаю привет. Мы получили благодарственные письма от всех. Спасибо, большой вам поклон. И мы получили и из Воркуты, и из Инты благодарственные письма, и из Цыктывкара. То есть все нас поддерживают. Мы очень рады. Большое спасибо за это. За то, что мы хотим все общаться, сотрудничать и не забывать свою малую родину. Но вот чем вы планируете заниматься на своих сборах? Может, это концерты будут или викторины проводить будете? Вы знаете, наши встречи могут быть очень разносторонние. То есть, допустим, я, как председатель Казанского района, общаюсь, то есть я близко к администрации города Рыбинска. Наши все депутаты, мой депутат Константин Алексеевич Долгов из Инты, в общем, Андрей Голубин у нас из Воркуты, был бывший вице-мэр Воркуты. То есть много таких людей с высшим образованием, которые связаны с культурой. Мы все готовы сотрудничать. Культура Ярославской области тоже идет нам навстречу. То есть мы готовы участвовать в различных фестивалях. Вы знаете, к большому сожалению, жители Ярославской области даже не знают, что такое республика Коми. Представляете, вот это нам кажется, что как это так? У нас такая большая, богатая республика, а про нее не знают. И вот хочется познакомить всех ярославцев с нашей культурой Коми-народа. А с другими землячествами, может быть, автономиями как-то пересекаетесь? Может быть, у вас налажена дружба уже, как-то друг к другу что-то какие-то организовываете, программы? Вы имеете в виду других национальностей? Да, да, да. Нет, еще пока нет. Ну, то есть все впереди, ведь дружить нужно, да? Все впереди. У нас там, кстати, первая встреча. Главное, что мы хотим общаться, готовы. И то есть у нас встречи могут быть, я еще раз говорю, разносторонние, на любые темы вообще абсолютно. Удачи вам в вашей деятельности. Я надеюсь, точнее, что наши республики узнает вся Ярославская область. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо вам. Знать, что тебя поддержат и помогут, очень важно. Поэтому объединение людей в группы по разным причинам это отдельный мощный момент, дающий эмоции, силы, землячество, командные виды спорта, да даже творческие коллектива. Коллектив Оркестра Ухтинской детской музыкальной школы номер один. Именно такой, дружный. Это их таланты и талант руководителей и дирижера Ольги Шаты и есть залог успеха и практически гарантия победы на разных конкурсах. На репетиции оркестра Ольги Шаты царит абсолютно неформальная обстановка. Музыканты перешучиваются между собой и с наставником, охотно, наперебой рассказывают смешные моменты, концертные и гастрольные жизни. И вот руководитель решает показать съемочной группе результаты труда коллектива, исполнить что-то из их репертуара. Несколько взглядов, взмахов руки и ребята мгновенно собираются, настраиваются на рабочий лад и начинается настоящая магия. Музыка Это прощальный вальс композитора Игоря Цветкова. К слову, автора и знаменитой песни «Золушки», исполненной Людмилой Сенчиной. Ребята освоили его относительно недавно. Услышанная однажды Ольгой Валерьевной в исполнении других музыкантов, произведение показалось ей очень глубоким, эмоциональным и прочно вошло в репертуар коллектива. Прощальный вальс стал одной из двух композиций, которые ребята играли на последнем конкурсном выступлении – на фестивале «Сияние севера» в Сыктывкаре. Проходит он раз в два года и собирает сильнейших юных музыкантов из 30 городов Севера России. Соперники были достойны, но ребята сумели взять первое место в номинации «Музыкальное искусство». Дети наши очень хорошо себя показали. Это не мои даже слова, это слова главного представителя жюри, который вообще, я говорю, настолько порадован, что русский народный оркестр, а именно так, не оркестр русских народных инструментов, а русский народный оркестр, настолько прозвучал богато даже по сравнению с камерным филармоническим, ой, с камерным симфоническим оркестром, с Воркутой, кстати, вот. И знает, он понял, говорит, вот все дети знают, что делают, знают, для чего делают, знают, о чем играют, знают, что играют. Замечательно у нас с ними контакт, с дирижером. Вот, я считаю, что это достойная победа. Второе конкурсное произведение известны у народников «Ты» Егор Кудрявой, композитора Евгения Дербенко. Правда, признается Ольга Шаты, она его заметно переделала, укоротила и добавила своих оттенков для уникальности. Я вот в нем творю. Мы там уже придумали и слова, которые, мы говорим, уже несколько раз их меняли, то есть из песни конкретно, да, вот. И меняли немножечко, вот, у нас там появилось соло-ударник, там его общение было, ну, как бы это уже, можно сказать, наш творческий процесс общий. Эти ребята – старшая группа оркестра. Есть еще младший и взрослый состав. Играют ребята самых разных возрастов. По положению нижний возрастной порог старшей группы – 13 лет. Но есть здесь и 11-летние вундеркинды, и те, кто уже на пороге совершеннолетия. Музыканты разницу в возрасте не чувствуют, а наоборот, понимают друг друга с полуслова. А что самое главное – умело сохраняют теплую атмосферу взаимной поддержки. Пожалуй, это один из секретов успешных выступлений на важных конкурсах. Каждый из нас боится выступать на сцене, потому что, ну, это страшно. Каждый боится ошибиться, каждый боится что-то сделать не так и подвести оркестр. И поэтому мы все, ну, в основном, конечно, девочками, все время обнимаемся. И вот так вот мы передаем друг другу энергию. И мы все готовы выступать. В составе оркестра домры, балалайки, баяны, гусли, ударные и клавишные. Некоторые ребята владеют сразу несколькими видами инструментов. Отрабатывают нюансы и шлифуют произведения на каждой репетиции три раза в неделю. Упорная работа, конечно, требует затраты сил и времени. Но юных музыкантов это не останавливает. Здесь каждый понимает, для чего он трудится. Перед каждым выступлением, на каждом концерте у меня всегда в голове есть одна мысль. Что я очень долго готовился. И в частности к этому концерту, на котором мы как раз заняли первое место, те же произведения, мы играли их два года. Я просто понимал, что за такое время подготовки я не мог подготовиться плохо. Всегда какая-то есть боязнь и внутри просто ураган. Но когда ты уверен, что ты знаешь, как все правильно сыграть, ты просто садишься, выкладываешься на полную. Даже лучше, чем на репетициях и везде, где можно, вообще на обычных уроках. И просто получаешь от этого огромное удовольствие. У оркестра и его руководителя большие планы, о которых, впрочем, Ольга Шаты пока не особо хочет распространяться. Лишь отмечает, в силах юных музыкантов уверена. Многие ее воспитанники успешно учатся в профильных учебных заведениях, колледжах и консерваториях. Ухта славится своими юными музыкантами. И тому есть объяснение. Свой отпечаток наложило печальное гулаговское прошлое. В тот период в «Жемчужине Севера» были сконцентрированы ссыльные деятели искусства российского масштаба. Они-то и задали высокую планку, которой сейчас мы стараемся соответствовать, отмечает дирижер. И под финал вишенку на тортик «Студия 11». Алена, не путайте ли зрителей не вишенку, а гранат. Какой он необычайно полезный. Не знали? Расскажем. Гранат имеет богатый состав. Он содержит в себе множество полезных витаминов и микроэлементов, которые благотворно сказываются на функционировании большинства органов и систем. Фрукт обладает тонизирующим эффектом, повышает настроение и укрепляет иммунитет. Он имеет в своем составе марганец, который оказывает положительное действие на нервную систему. Кальций – укрепляет костные структуры. Калий – улучшает проводимость сердечной мышцы. Железо – способствует профилактике анемии. Натрий – он поддерживает водно-солевой баланс. Магний – положительно влияет на работу сердца. Витамины А, С, Е, В и ПП. Полезные свойства, которые оказывает фрукт на женский организм. Способствует похудению за счет мочегонного действия и возможности выводить из кишечника шлаки и токсины. Ускоряет отделение желчи, что препятствует застойным патологиям и является отличной профилактикой холецистита. Повышает работоспособность и сопротивляемость организма неблагоприятным условиям внешней среды. Уменьшает неблагоприятные проявления менопаузы. Положительно влияет на гормональный фон женщины. Ускоряет зачатие, выводит из организма паразитов. Обладает противогрибковым действием. Ну что ж, пора прощаться. Конечно, ненадолго. Скоро увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова